Значение республиканского биологического заказника Днепросовский тяжко переоценить. На Пердзе можно поставить, бодать, что только Беловецкую пущу и Национальный парк Приписки. Сегодня тут наличивается больше 50 видов флоры и фауны, которые занесены в «Червоную книгу» Беларуси. Переваги местовой природы люди оценили, что в середине каменного века, когда на этих землях заявились первые поселищи. И даже сейчас, когда территория заказника находится в пограничной зоне, жадающих от почти копая, тем больше, что выход на территорию заказника не заборонены. Очень много приезжают отдохнуть с России, с Украины, с самой Москвы приезжают отдыхать. Ну и в Омель очень часто здесь, рыбалка, очень красивые места. А про часток званых диких туристов часто гостя у заказнику организованной группы. Маршруты на любой густ, на водном и автомобильном транспорте, т.е. пешки. Правда, при этом необходимо притремливаться певных правил. Больше 14 тысяч гектаров находятся под особенной оховой, а тому за нанесенную природе шкоду предоудержены досадково высокие штрафы. У речи гэта саправды уникальный куток, який необходно обоязково сберегчим. У нас слияние двух самых больших рек Беларуси сажает Днепра много заливных лугов и дубрав. И вообще это и способствует разнообразию видов флоры и фауны заказника. По выразу экологов, Днепросожский заповедник – это саправдное царство флоры и фауны. Дубравы, сосняки, дековые, декоративные и навык техничные рослины. Плюс редкие птушки и неведьми распосудженные у инших водоемых рыбы, на кстал середе. Сегодня на территории заказника наличиваются 52 процедурники червонной книги Беларуси. Хоть у администрации установы кажут, что до этой лечебы необходно относиться осторожно. В том сенсии, что и она постоянно повеличивается. На самом деле их, я думаю, больше, потому что исследования еще мало проведены. И я думаю, что будут открытия еще. Олег Синтеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Клоевский район.